Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я хочу, чтобы вы запомнили это имя. Почему? Потому что он сейчас выпустил книгу в издательстве Эксмо, которая называется «Афганская ловушка». Да, вообще этот парень, он был советником на достаточно высоком уровне в афганской армии. Но это был странный советник, потому что за два с лишним года нахождения в Афганистане у него было 220 дней участия в боевых действиях. Кто бывал в Афганистане, он может понять, что цифры почти нереальные. То есть он был и наверху, и внизу. Он видел то и все. И вот он написал эту афганскую ловушку. Сейчас первый тираж раскуплен, но второй, насколько я знаю, тоже распечатан, есть в интернете. Я всем советую посмотреть, почитать. Ему много помогал Николай Федорович Чеванов, который с нами здесь сидит, сопредседатель Союза писателей и полковник в Афгане. Но в смысле в Афгане еще не полковниками, конечно, но десантники, журналисты. И там впервые написано очень четко, кто, почему и как нас туда втянули. Да, нас туда втянули. У меня много песен в Афганистане, я их не стыжусь и не буду стыдиться петь. Потому что одно дело, мало ли кто чему хочет. Какая там политика. А жизнь потом все переворачивает по-своему. Значит, у Брылева заказ песни, которая называется «Афганский, вернее, у меня так, последний поход». А я вам всем советую посмотреть эту книгу «Афганская ловушка». Вам многое-многое станет понятно. Вот Боря Миронов, который у нас был даже министром при Ельце, ему слава богу, потом ушел, как русский националист, оттуда там. Боря, вот там все это «Те, кто виноваты» обычно, они там об этом и засветились. Можно не отпустим, Боря? Итак, песня «Последний поход». Разорваный панел под ремнем автонантом, и стерлась тельняшка на левые груди, Где сердце колотится, не виновата во всем, что за нами и ждет впереди. Пошли по ущелью, спустились в долину, Поднялись оттуда на горный репет. По бою, разделившись на две половины, Оставшихся здесь и оставшихся свет. Пошли по тропам, по тропам овечьим, По минным ловушкам, под скрестным огнем, Внезапно свергавшим сиянием вечным, Ребятам, с которыми рядом идем. Спустились по тропам на горная плата, Легко нам загадывать нечет, нечет. «Один из нас в небо взметнется кроватом, Другого на веке земля привлечет». Разорван баком, по ремнем автоматом, И стерлась терняшка на левые груди, Где сердце колотится, не виновата во всем, что за нами и ждет впереди. Аплодисменты Песня про советников, она, в общем-то, как бы конкретно, Там упоминается Виктор Дмитриевич Жуков, Он сядет на поезд хороший, Уедет служить в Ленинград, Он хочет не думать о прошлом, Как и года четыре назад. Не сбит от колесного стука, Хоть и на ночь попил нечайку, В окошко уставился Жуков, Советник в авгарском балку. Он помнит, он помнит ту дату, Когда в роковом декабре Волгу взбунтовали солдаты И ждали его на дворе. И вышел военный советник Не прежний ремень теребя, А там под ремнем пистолетик Девятый патрон для себя. Глаза опускали царбазы И пятились по одному. Советник страшнее приказа Они подчинились ему. С твоим пистолетиком малым Сарбазов погнал он вперед, Туда, где за каждым дувалом Мятежный строчил племен. И шли, придеваясь от страха, Судьбу проклиная, но шли Советник страшнее Аллахом, Когда он из русской земли. Так что ж ты, советник, не весел, В экспрессе Москва-Ленинград? Мир тот же, из крови и песен, Как года четыре назад. Не ты уезжаешь в разлуку, А мы с тобой разлучены. Спи, Виктор Дмитрий Жуков, Советник советской страны. Я буду чередовать там, я еще помню какие-то заказы, да, но если что, вы еще потом будете кричать или говорить. Я так составил более-менее избранное. Вот песенка капитана из Чечни. А, кстати, Николай Иванов виноват в том, что я ее написал. Он затеял какую-то пьесу и объяснил мне, какой должен быть главный герой и какая у нее должна быть песня. Я написал, я не знаю, пьесу поставил, Николай Федорович, поставил там, да, да. Ну песня есть, или песня капитана из Чечни, или называл куплетом. Вот весь служебный рост, На погонах восемь звезд. А хожу все годы В камани и разводах. Я меняя округа Беусловного врага, Но с годами чаще Враг вонастоящий. Я в Абхазии бывал, В Приднестровье воевал, Я верхом на танке Ездил по таганке. Я стоял на рубеже, Спал с овшами в блиндаже, Я копал окопы Посреди Европы. Мне давала ордена Удивленная страна, Умный, мол, ворует, А дура воюет. Я не робов и не слаб, Я отнюдь не против баб, Но с моим окладом Им меня не надо. Я под вечер или в ночь Выпить водочки не прочь, Это тоже дело, Если нет обстрела. В общем, я такой, как Вы, Истамбовали Москвы, Разве что картужен И никому не нужен. У нас есть друзья, которые, можно сказать, за нами следят от Мюнхена до Луганска. Да, они от серьезных говорят. В интернете сейчас нет прямой трансляции, но они обязательно будут смотреть это завтра. И вот в Луганске сидит такой Сергей Климов, Участник этой страшной декабрьской ночи. Когда, коли было 27 декабря? 27 декабря 79 года, да. Сергей Климов был один из участников этого переворота. Хотя он не брал дворец Амина, но у него было задание снять часового. И он там всю ночь сидел, точил кинжал на мокрое и делал еду. Ну слава Богу, потом этот часовой сам куда-то там спрятался, испугался и бежал там. А сейчас он сидит в Луганске и его оттуда не вытянешь. Хотя у них света нету, но иногда дают и иногда у них включается, в том числе и интернет. Поэтому, когда он услышит это дело, пускай он вспомнит. Вот для него песня об этих первых днях. Называется «Звезда над городом Кабула». Горит звезда над городом Кабула, Горит звезда, прощанная моя. Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, Когда на снег упал в атаке я. И я лежу, смотрю, как остывает Над минаретом синяя звезда. Кого-то помнят или забывают О нас и знать не будут никогда. Без документов, без имен, без наций Лежим вокруг сожженного дворца. Горит звезда, пора навек прощаться, Разлука тоже будет без конца. Горит звезда, дикарская чужая, А под звездой дымится кровью снег. И я слезой последней провожаю, Все, чем впервые расстаюсь вдове. Горит звезда над городом Кабула, Горит звезда, прощанная моя. Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, Когда на снег упал в атаке я. Еще на границе и дальше границе Стоят в ожидании наши полки. А там на подходе к афганской столице Девятая Рода примкнула штыки. Девятая Рода стала партбилетом, Из памяти вычеркнула имена. И если затянет собой до рассвета, То не было роды, приснилась она. Войну мы тогда называли работа, А все же она оставалась войной. Идет по Кабула, Девятая Рода, И нет никого у нее за спиной. Пускай в городка ее бронеколонна, Последней ходившая в мирном строю. Девятая Рода сбивает заслоны В известном декабрьском первом бою. Прости же, Девятая Рода отставших, Такая уж служба, такой был приказ, Но завтра зачислен на должности павших В Девятую Роду кого-то из нас. Войну мы опять называем работа, А все же она остается войной. Идет по Тверскому Девятая Рода, Пусть нет никого у нее за спиной. Идет по России Девятая Рода, Пусть нет никого у нее за спиной. Так, чего говорили, история Афганистана, да, ой, сложная песня. Сами хотели? Тяжело вам будет. Длинная песня. Надо только пояснить, что я написал два приема. Одно, значит, начал при жизни прежнего, Который упоминается там под именем Ильич и тот, кто нынче выше всех. Вот, у меня это была отдельная песня. А потом Бремя, как вы знаете, немножко умер, да? И мне пришлось дописывать эту песню и объединять. Вот, объединенный вариант я вам сейчас пою. В принципе, я считаю, это достаточно точное воспроизведение, что творилось в Афганистане. Называется «Краткий курс новейшей истории Афганистана». Безусловно, дали мах мы десяток лет назад, Называя Захершаха и высочество, и брат. Моему завод Владимиру мы даем ему угляд, да. Любили мы скотину Захершаха короля. До зубов вооружили, вот обе его хоро. А вообще неплохо жили с этим самым Захером. И целуясь, господа, не тот, кто нынче выше всех, Заложил кирпич в фундамент под кабульский политеф. Но история, как средство, по весоне кирпича. Где Захер, где королевство? Только камень и леча. Началась другая эра. Там, конечно, а не тут. Мы приветствуем премьера по фамилии Дауд. Сразу помощь предложили. И деньгами, и трудом. Как с товарищем зажили, с этим самым Даудом. Только снова дали маху севереволюционера. Оказался братом Шаха и агентом ФБР. Был он подлым и твуличным. А его же, как на грех, целовал утро облично тот, кто нынче выше всех. Но пришел конец Иуде. Да, конечно, они здесь. Вышли танки при Дауде. Нет Дауда, танки есть. И хотя мы родоваты взяли принца на штыки, Нам целуем, словно брата Нура-Мура-Тараки. Правда, дружит с Патистаном, книги пишет в гормоте. Из козы, как из кармана, много хапнул на детей. И партийные разлады непутево примерял. Расстрелял кого не надо, кого надо не стрелял. Мы идейно с ним дружили, но готовы вели палки. А вообще неплохо жили с Нуром-Муром, дорогие. Дали орден, дали займы, и командовал сквозь смех. Вера Нурман или Майна, тот, кто нынче выше всех. Но, кроме СССР, бы у Нура друг один. Мы приветствуем премьера по фамилии Амин. Задушил подлец подушку своего лучшего дружка И зарыл даррачедушку средь авгадского песка. Мы, конечно, телеграмму, а ловим хоть и зла. Мы не знаем вашей драмы и у вас свои дела. Но согласно узор дружбы, можем денег предложить И военное оружие, чтоб тебе спокойней жить. В общем, жили мы неплохо. И с Амином до конца, Расстреляв его со вздохом, поселить его дворца, Сразу радио врубили. Мол, афганская земля, про тебя мы не забыли На бобра, как армаля. Правда, он буржур прошел, Борчанистый, пустобрек, Но ведь рукоположенный тем, кто нынче выше всех. Подонадежные охраны посадили во дворце, Где сидел он вечно пьяный, с пьяной думой на лице. Окрестили его Колей по фамилии Бобров, Войшку прислали, чтобы волю наломал в Афгане дров. Но другой, кто был всех выше, в нашей, в собственной стране, Весь, как говорится, вышел и в Кремлевской лёг в стене. Мы порадовались с виду, но задумались слегка, Может быть, без Леонида здесь не надо бобрака. Долго думали, однако, во все стороны поля, За воброд, за вобрака, за колюху кармаля. Да к тому же переснега началась в родной земле. То он дров, то чернега, то пятно сидит в Кремле. Мы для каждой той заразы здесь сломали кучи дров. Дожидаясь и приказа, он пришел, прощай, бобру. Без подушки и без пули тихо сделали дела. Гляньте, уже сидит в капуле особис на джигула. Правда, в университете он учился на врача, И людей на белом свете часто резал сгоряча. Возглавляя орден хата, это ихний комитет, Кого надо и не надо, всех отправил на тот свет. В остальном, нормальный малый, мы с ним многое смогли. Но в Кремле пятно восстало, до свидания, наджи. А товарили чекушки и авгашки, кто имел, В Хайратоне или в Кушке, оказавшись не удел. В общем, вышли из Афгана, раз приказ, дурацкий, да. Мол, зачем другие страны? Дома будет вам Афган. И живем отлично, что ты, мы опять в родной стране. И трещим из пулеметов на гражданской, на войне. Не дадим от ныне маху, только грустно, черт возьми. Что какого-нибудь жаха нет меж нашими людьми. Плачет юрка, живая душа, Слезы с кровью смешались на лапах. А как юрка была хороша, Самый тоненький, чуя лоза. Плачет юрка, а птица летит, Боевая железная птица. Плачет юрка, себе не прости, Но ведь плачет, и все ей простится. Гладит юрку родная рука, И лиснуть бы хозяйскую руку, Как знакома она так легка. Обреченная юркой на муку, Вертолет мы врезается пол. Высеченная юрки надела, Сотню раз она чуяла дол. А в 101-й чуть-чуть не успела, По загривку прошел холодок, Когда запахом сбоку пахнуло, Но на топке стальной проводок В вращении лапа скользнула, И взметнулся огонь из камней, И запахло железом каленым, И хозяин, идущий за ним, Опустился на землю со стоном. И ползла к нему нюрка, ползла, И лизала его, и лизала, И хрипела на пол и звала, И глазами всю боль рассказала. Подбежали к саперу друзья, Обмотали винтами сапера, Он сказал, не без нюрки нельзя, Нет, сказали ему, это горы. Вертолет прилетел поутру, И вдвоем погрузили в машину, Ты не плачь, нюрка, я не умру, Ты не плачь, я тебя не покину, Но плачет нюрка живая душа, Слезы с кровью смешались на лапах, Ах, как и будь-то была хороша, Самый тоненький чуяла запах. Я боюсь не успеть какие-то так, Но пока еще на скидку заказов нет. Тяжелая песня, Называется «Пылает город Кандагар», Второе название «Аллах Ахмар». И вот у меня на этом сайте, Который я вам советую, Время тренинга заходить, Виктор Ростаков, Там моя дочка, значит, Разметила в том числе и вот эту песню, И уже несколько сотен тысяч там прослушных просмотров, И уже побольше тысячи руганий там, Рукательных отрывов. Потому что многие думают, Что-то я успеваю, как бы «Аллах Ахмар», Там нет, я не против ислама, Сейчас уже Украина показывает, Что мы можем и вместе воевать Против общего врага. Просто это одно время в Афгане Было такое шутливое приветствие, Но я как-то не тыкался, Когда наши офицеры берут, Шутливое приветствие, «Аллах Ахмар», «Аллах Ахмар». Песня тяжелая, но я попробую. Песня «Аллах Ахмар», «Аллах Ахмар», «Аллах Ахмар». Мне было тошно в жизни той, Я жить, как все не смог, Простился с верной женой, «Аллах Ахмар», «Аллах Ахмар». Дружок «Аллах Ахмар», «Аллах Ахмар». И над могилой отца заплакал на конец, Твой путь пройду я до конца, «Аллах Ахмар», «Аллах Ахмар», Отец «Аллах Ахмар», «Аллах Ахмар». «Аллах Ахмар», «Аллах Ахмар», Пылает склон и перебил дозор, Идешь в атаку баталью, «Аллах Ахмар», «Аллах Ахмар», «Аллах Ахмар», «Аллах Ахмар». «Аллах Ахмар», «Аллах Ахмар». А если кто-нибудь живым вернется в Кандагар, Его мы, может быть, проснем ему, «Аллах Ахмар». «Аллах Ахмар», «Аллах Ахмар», Пылает гор, Кандагар, Живой, не будем, нельзя, И все-таки «Аллах Ахмар», «Аллах Ахмар», «Друзья», «Аллах Ахмар», Аллах, Аллах Айгвар, Аллах, Аллах Айгвар. ... Я вижу, я вас тут подавил своим вопелями. Если заказы, то договорить. Но, в принципе, я примерно знаю, от чего заказы. Тяжело, можно. Тяжело, можно. А кто это знает? Кто-то из осадобадского отряда здесь нет? Дело в том, что эта песня документальная такая. В Джилабаде стояла бригада спецназа, а один из ее отрядов, батальоны, люди называются, отряды, стоял в осадобаде. А в осадобаде была такая роковая мараварская рота, которая в одном из выходов была, ну, не полностью, но наполовину почти уничтожена. А потом из тех, кто остались живы, я с ними попал в какую-то боевую операцию, и нас так окружили, но это уже была другая рота там, в смысле, они уже были с боевыми опытами, когда нас окружили, им стало смешно, они окружили тех, кто нас окружили, поколотили. А прапорщик Зенин был действительно такой прапорщик, который впервые пошел на боевые действия, и он обо всех как-то заботился, он был уже пожилой человек, да, ему казалось, что молодежь сейчас, что они молодые дураки, всех перебьют, он всех старался защищать там, стрелять там, он все говорит, ты кончай, ты нам сухарей принеси там, что-нибудь там, душонку разогрей только, не стреляй, ради бога, успокойся-то. Потом, когда взяли пленных, он стал этих пленных защищать, говорит, не их жалко, трогать все. И вот его документальная судьба. Воинский долг на земле и измени, друг перед другом мы вечно в долгу. Вы стали воином, прапорщик Зенин, ну да, неправильно, с курдской дуги, не дождавшись отца. Жить сиротою, судьба непростая, В послевоенное время вдвойне, Самой голодной была на Алтае. Ваша семья не по вашей вине, Выйдя в слезах на колхозное поле, Мать-вестерни подняла голоски И заплатила годами ее доли, Чтобы однажды поели сынки. Вы да помните, прапорщик Зенин, Не обвиняя судьбу и страну, Воинский путь на земле не изменен, Жизнь перейти и осилить войну. Вы послужили России на срочной, И на сверхсрочной ни годы, ни два. В школах вечерних, в учебах заочных, На старшинство обретали права. Старше по возрасту, даже комдива, Вы наш отец, боевой старшина. Только останьтесь, пожалуйста, живы, Это не Гурск, это наша война. Воинский долг на земле не изменен, Друг перед другом мы тоже в долгу. Да не спешите же, прапорщик Зенин, Вас тяжело заслонять на бегу. Вот песня о вертолёчках. Иногда меня спрашивают на выступлении, А про какую женщину-то это не писал, там, наверное, с певицей. Так это сборный образ из тех женщин, которые бывали в Афганистане, которых я видел, я имею в виду странную певиц. Ну, в частности, моя давно знакомая, любимая, Эдита Станислава Пьеха была там. Кстати, на её глазах там падала вертолёт, Она потом рыдала, а её за шиворот взяли, Петь будешь? Я не могу петь, будешь. Она спела там. Вот. И Анна Вески, помните, была такая, да? То есть такой сборный образ, но который ближе, конечно, к Анне Вески. Кстати, мало кто знает, что у неё, Обожни, сына, брат, он служил офицером с эскарами, Разглядя и был страшный. Звезду дурь электронной эстрады Красавицу лет тридцати На точку из Джалабада Им выпало перевезти. Она улыбается ярко, по лесенке всходит в салон, Одетая в тёмные марки, но бархатный, как пенезон. Завучен движок вертолётом, релёты вибрируют миром, Оглядываются пилоты, как будто она командиром. Величественна и лукава Певица кивает слегка, Вручая им сладкое право Нести её под облакан. Отводят смущенные взгляды, Взлетают в эфир, говорят, Над рощами Джалабадом С бесценною ножей парят. Потом начинаются горы, Вершины близки и грозны, Тревожные переговоры, Которые ей не слышны. Как молоды лётчики эти, Певица подумалась вдруг, Здоровались прямо как дети, Смущаясь касания рук. С улыбкой встала в салоне, Прошла каблучками стуча, И две несравненных ладони, Накрыли двоюных плеча. Но не оглянулись пилоты, Не вздрогнули, не напряглись, И лишь впереди вертолётом Какие-то искры зажглись. С минуту, стоя меж кресел, Вернулась в салон на скамью, Рукая свой жест, он из песен И чуткую душу свою. На дочке простилась надмерно, Спустилась по лесенке в пыли, И гордо шагнула по военной, Подъехавшей автомобилю. Пилоты плечами пожали, Проштрафились, чем и когда. Ведь даже, что их обстреляли, Не знала в салоне звезда. Запущен движок вертолёта, Ревёт и вибрирует мир. Летим, как к тому пулемёт, Сквозь зубы сказал командир. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Называется «Наперевали». ПЕСНЯ Свистят то ветры, то свинец Жизнь, словно кадры киноленты Дала картинку, наконец О чем задумался ночнабан Какие в явь увидел сны Откуда спирт, откуда баба Спроси об этом, о войны Ах, хорошо, сестра хохочет От медицинского вина Она любви давно не хочет Ей душу глянула война Эй, заполи, плесни по малу Теперь за Родину пора Нам не спуститься с перевалом Который взяли мы вчера Нам не спуститься с перевалом Который взяли мы вчера Война становится привычкой Опять по кружкам спирт развит Опять хохочет медсестричка И режет сало замвалит Страна Аплодисменты Значит, она спрашивает Сейчас любовь Федоровна, сейчас секунду. Опять же, раз за 60 тоже тяжелая песня. Дело в том, что, ну я уже как-то говорил, чуть ли не с этой сценой, вот микрофон. Очень хорошую песню написал Михаил Мурмов вот на эти слова, там, спроси пустыню, там все прочее. Да, но ее сейчас очень мало передают, а одно время ее крутили. А у меня такой бардовский вариант, который, ну я вам покажу просто, как вот сочинялась песня, хотя я считаю, что то, что написал Мурмов, песня намного лучше. Опять жара, за 60 пески взметнулись, и весят, и лезешь в бронетранспортер, как полыхающий костер, выхватывая из огня бои комплект шестого дня. А сколько их еще? Спроси пустыню. Шесть дней назад, сказал Каббат, разведка видел отряд, прют от границы прямиком, как будто коротко знаком. Садись сами на пути, и мы должны его найти. А сколько их еще? Спроси пустыню. Во флягах кончилась вода, подбросит небо, не беда, беда, что бьют из кишлаков. Они дровят чужие средь песков, там богатей правят сласть, плевать им на Кабул и власть. И сколько их еще? Спроси пустыню. Будет вертушки день и ночь, они хотели бы нам помочь. Да разглядишь лист высока среди проклятого песка, где разбежались и легли десяток тех, кто ближе шли. А сколько их еще? Спроси пустыню. Шесть дней в песках искали тень, седьмой удачный выпал день. Подул нам в лице, наконец, не пыльный ветер, а звенец. С бархана, с гребня, с бугорка ударили три ташека. А сколько их еще? Спроси пустыню. Пускай под семьдесят жара, сегодня лучше, чем вчера. Два взвода, двинуты в обход, их прикрывает третий взвод. Четвертый с пятым заслон, гранатометный взвод на склон. А сколько их еще? Спроси пустыню. Прошла минута или час, какая разница для нас, Когда окончены разговоры, тащишь бронетранспордер, Перехвативший за приклад в тебя стрелявший автомат. А сколько их еще? Спроси пустыню. Между прочим, мы уже почти должны заговоры. И что там для карася? Для карася можно спеть, кстати. Ну, есть несколько песен, без которых выходить нельзя. Ну, во-первых, «Заказ» Любови Федоровны, да, отца. «Вдовы нашего военного Советского Курлянга». Тяжелая песня называется «Афганские гарнизоны». Конечно, это не все гарнизоны, которые были в Афганистане, но те, с которыми я хоть немножко был знаком, перечисления. И иногда я эту песню пою, и многие думают, что это заводная песня, но там не просто ритмом, а я пытался из каждого гарнизона что-то характерное найти, а для такого нормального слушателя это будет непонятно. Ну, например, там «Поли-Хумри», там-да-да-да-да-да, где каждый час пугают нас, рванувшись в дуру на складах боезапасов. Что это значит? Это мало кто понимает, а вообще, кто был в Афганистане еще в определенное время, знает, что там очень сильно был взрыв именно складов, так сказать, со снарядов. Это одно время прогремело, если я прямо перенесу в смысл, это все могущество. Ну, и так во многих гарнизонах я пытался углодить какие-то общие черты. Итак, афганские гарнизоны. С ташкентской пересылкою, последнюю бутылкою простились, я и дам воздушным сообщением, другое измерение, другие города. ПЕСНЯ 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 Человек только что прилетел из Афганистана. ПЕСНЯ Да, там стояли, действительно, вот мы с Маковеевым там и познакомились с Володей Маковеевым стоял, второй батальон, да? 345-го парашютного десантного болта. Там эти буты были такие огромные, потом их талибы то уничтожили. Сначала один батальон стоял, потом весь полк стоял. В каком году это было? В 1981 году? Нет, я помню один, когда встречать? В 1981 году. Короче говоря, эта песня посвящена внутренним человеку из ГРУ, Фёдору Борисовичу Гладкову, который работал вместе с полкомом в Бомиане. И был вылет, когда мы летели на двух вертолётах, вот их сбили. Фёдор Борисович. Фёдор Борисович. Мы каждый год встречаемся, но Гладбище и с отцом узнаем. Был такой писатель, Фёдор Гладков, который написал «Цемент». Потом, кстати, был ректором Литинститута. У него был сын Борис, про которого была толстая книжка «Суперспай». Он был нашим разведчиком, резидентом в Америке. А в годы Великой Отечественной войны он был командиром торпедного катера. А у него родился сын. Уже Фёдор. Фёдор Борисович. Который был в ГРУ и вот эту самую группу возглавлял Грушную, да. И они меня взяли тогда. Потом кто-то меня вытолкнул из этого вертолёта и в другой внахнул. Вот тот вертолёт сбили, они погибли. Он был очень красив, я его не забуду. Бомиан – древний город трёх тысяч пещер. В скальных книжах две статуи, два исполина, два буты. Символ вечности вер и запвей не вер. В Бомианской долине цветут априкосы, Виноградной лозой облитые стволы. Там журчат ручейки, там ревут водосбросы. Там дома, как чайники, на дне пиралы. Даже солнце весь день не горит, а сияет. Даже ветер всю ночь только движет слегка. И дорогой царей на ковум проплывает Ожерелье долины, её облака. Будам всё не впервые, им пятнадцать столетий. Время не пощадило их каменных лиц. И отменным покоем на путника светит Пустота их изъеденных вектором глазниц. Буды были одеты и в глину, и в свата. С вата сняли монголы на глину ветра. Буды были бедны, Буды были богаты, Буды были богами. Их память пестра величавы, горды, Не подступны всевластны, Хороши и стуканы. Но выхватил взгляд человека внизу Был живым и прекрасным, Запрокинувший голову Русский солдат в Бомианской долине. Две последние песни, потому что мы задержались. Раз уж и упомянули, В Бомиане стоял тоже 345-й пол. Я когда впервые попал в Афганистан, То тоже посадили нас в Баграме, Там опять стоял 345-й пол. Девятая рота, про которую я пел, Который вместе с КГБшником участвовал во взятии дворца Анина, Тоже 345-й пол. Паша Грачев, бывший министр обороны, Там как ему не относись, Тоже 345-й пол. Саша Лебедь, тоже оттуда. Разгибдяй, который думал, что он сумеет, Как он говорил, залезть на самый высокий забор. Песня 345-й пол. Песня 345-й пол. Обнимись, друзьями боевыми, Фронтовик, полет фронтовика, Мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. Мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. Как мы были молоды по грани, Как свистели пули по вискам, Как свергало пламя, Словно знамя 345-го полка. От салонга и до помянам, Лезли мы по тропам в облака, Сквозь рассветы, Алые как раны, 345-го полка. Павшие поймут однополчане, Мы сегодня выпили слегка, Слишком много горя за плечами 345-го полка. Но тех, кто предали нас ныне, Нас и все десантные войска, Мы их не простим уже во имя 345-го полка. Воевали в дальних заграницах, Но в Москву придем наверняка, Как в освобожденную столицу 345-го полка. В русскую советскую столицу 345-го полка. Так, все, заявки больше не принимаются. Пою две последних песни. Больше уже... Без афганок нет. И крайне последние. Одну песню все-таки мне хочется, Пока друзья мои, с кем я давно не виделся в газете, Еще вспомнить одну газетную песню. Называется «Песня специального корреспондента». Можно добавить в слово «правда». Был на севере июде, В конотопе он подруген. Был на западной границе, На Курилах и в Бакуле. А теперь летит в столицу, Очерк должен получиться. Но чтоб очерк получился, Нужно первую строку. Вдохновенный труд народа, В счет двухтысячного года. Агроном стоял над башней, Нет, наш газик встал в пути. Или встретились на заводе, Или что-то в этом роде. В общем, плюнул, взял бутылку, Чтобы ту строку найти. И нашел бы, спору нету. Но бутынь была с приветом, Черт и рожицу кривая Показалась из горла. Выпиваешь? Выпиваю. Воспеваешь? Воспеваю. А в какой газете служишь? Да плохи твои дела. Черт задумался уныло, И куда тебя носило? Сел бы где-нибудь в мытищу, Ну и вызвал бы меня. Репортажек строк в полтыщи, Закусил в духовной пище. Об успехах перестройки Накатали бы в полдня. А теперь тебе неловко, Ты ведь брал командировку, Нагляделся чертовщины, Тут такого споешь. Бутовщина, матерщина, Штурмовщина, дурмовщина, А критическое, знаю, Полагается под нож. В этот вечер Черт не скоро Распрощался со спецкором, Только черт-то был подкован, Потому что день спустя Считан, сверит, согласован, Очерк был опубликован, И спецкора, похмеляясь, Улыбался, как дитя. АПЛОДИСМЕНТЫ Чем и я займусь После последней песни, Где-то все заявки не принимаются, Спасибо всем огромное, У нас будет время, Еще как минимум полчаса мы здесь сидим, Кто хочет там общаемся, Заказываем, певаем. Последняя песня, А что нам терять? Я же тебе скажу, что Я всегда упоминаю фамилию этого человека, Вадим Коженов, Вадим Ильянов Коженов. Если вы видите, Книги сейчас много издаются, Про что угодно, Он писал про литературу, Про историю, Загадочные страницы 20 века, Про войну, про революцию, Покупайте, Потому что это интересно, Это может быть последний, Или единственный реальный мыслитель 20 века, Который еще мало ли кто чего из нас думает, Я так считаю, я так считаю, А у него всегда очень четко цифры, Какие-то взгляды, Которые он брал часто у врагов, С ним невозможно было спорить. В общем, если вы видите, Я почему-то вспомнил, Это его любимая песня, Мы с ним не то чтобы дружили, И однажды он говорит, Вот Виктор Глябович, да, А вы о чем этой песне хотели сказать? И я начал путать, Я хотел о том, о том благо, Говорит, мне надо, Вы сами не понимаете, Что вы написали-то. Я, кстати, не понимаю, О чем написал, Но ему это нравилось. От боя до боя недолго, Ни кохотка лишь бы не вспять, А что нам терять, кроме долга, Нам нечего больше терять? И пусть на пространство держат, Весь фронт наш незримый опять, А что нам терять, кроме славы, Нам нечего больше терять? А что нам терять, кроме чести, Нам нечего больше терять? А что нам терять, кроме чести, Нам нечего больше терять? В короткую песню нетем, Нам вечная песня подстать, Ведь что же нам терять, кроме смерти, Нам нечего больше терять? А что нам терять, кроме смерти, Нам нечего больше терять? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все, вначале у нас время, только сегодня.